Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. На дворе июль. Июль чем характерен, что люди определяются своими специальностями. Кто-то еще раз думает, в какой вуз поступать, а кто-то, закончив вуз, думает, по какой специальности ему работать. Да-да, вот такая у нас сторона веселая, что человек вроде бы, допустим, закончил, политех или гуманитарный какой-нибудь факультет, не знаю, лингвист, к примеру, журналист. А открывает вакансии и думает, вот куда бы мы пристроиться. Пристроиться ему в идеале вообще неким каким-то менеджером. Белые воротнички, так называемые. Что-то там делаешь и получаешь. О том, почему так происходит, а самое главное вообще, какие специально сейчас востребованы в нашей области, какие, может быть, уже менее востребованы, какие-то уходят в историю, а какие только будут востребованы, которые являются перспективными. Об этом мы сегодня и поговорим. А вы присоединяйтесь к нашему разговору. Телефон нашей студии 300-190. Задавайте вопросы, высказывайте ваше мнение. Может быть, вы ищете работу. У нас, кстати, как раз здесь вот есть специалист, который вам может что-то подсказать. Хочу представить гостей нашей студии. Это Галина Константиновна Лопушинская, заведующая кафедрой государственного управления Тверского госуниверситета, доктор экономических наук. Добрый день, Галина Константиновна. Добрый день. Это Ольга Сергеевна Мишунина, директор Центра занятости населения города Тверь. Добрый день, Ольга Сергеевна. Добрый день. И Андрей Александрович Цуркан, председатель Совета учреждений профобразования Тверской области. Добрый день. Добрый день. Спасибо большое, что превозмогли эту нашу тропическую жару, пришли к нам. Ну, есть прохладный, с кондиционер, так что оставайтесь подольше. Звоните еще раз 300-190. Ну что ж, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, конечно же, какие вот специальности востребованы в нашей Тверской области? Ну, вот я специально зашла перед нашей программой на сайт вакансии РУН. Это российский сайт, но он дает четкое понимание, например, за последний месяц, какие вакансии по Тверской области самые востребованы. И все очень понятно, все практически как всегда. 7 059 вакансий в производстве, но это рабочие специальности, в основном сварщики, погрузчики, каменщики и так далее. 848 вакансий в сфере образования, и это воспитатели детских садов, методисты образовательных организаций, учителя определенных направлений. 1837 в здравоохранении, и опять-таки тут широкий разброс от медицинской сестры до заместителя главного врача, огромное количество вакансий по скорой медицинской помощи, и 824 вакансии в сфере так называемой управления. Это секретари, это прорабы настройки, то есть вот такой спектр наиболее актуальных вакансий, которые мы имеем. Но это сферы, в которых эти вакансии возникают. Но если смотреть непосредственно по тем вакансиям, которые есть, то можно увидеть одну немаловажную деталь. Это в основном низкооплачиваемые вакансии. То есть средняя заработная плата предлагаемая, ну, в основном от минимума, да, ну, не будем там с копейками говорить, 12 800, да, это те вакансии, которых сейчас в Тверской области выставляемых через службы занятости большинство. И очень много этих вакансий в бюджетной сфере. То есть желающих пойти на низкооплачиваемые должности и в бюджет, когда платит государство или муниципалитет, вот таких вакансий огромное число. Роман? Ольга Суровна, да. Можно я немножечко добавлю? И немножечко побольше. Я буду говорить об официальной статистике, которая зарегистрирована в органах службы занятости и говорить о той информации, которая размещается на портале Работа в России. Это государственный сайт, труд всем. Это тот сайт, на котором граждане могут подать заявление для того, чтобы быть зарегистрированным в органах службы занятости и получать пособие по безработице, кто будет признан в установленном порядке безработным. На сегодняшний день на территории Тверской области зарегистрировано более 18 тысяч вакансий. Если говорить о Твери, то сегодня эта цифра составляет 6600 вакансий, ну плюс-минус. Да, действительно, наиболее востребована бюджетная сфера. Здравоохранение, образование. Здравоохранение на первом месте, на втором месте стоит образование. Далее производственная сфера. Нужны квалифицированные и неквалифицированные работники в производство, в обработку, в производство вагонов. В Тверской вагоностроительный завод всегда традиционно требуются работники разных квалификаций. Если говорить об уровне заработной оплаты, то здесь основная часть от минимального размера оплаты труда до средней по региону. Так скажем, львинная все-таки доля вакансий присутствует от минимальной до средней по региону. Но присутствуют на рынке труда и наиболее, так скажем, более высокооплачиваемые элитные. Расскажите, телезрителям будет интересно. Наверное, сразу вам все трубки обороты. Ну, я думаю, что когда я озвучу эти вакансии, не все будут звонить и обращаться в службу занятости, потому что все-таки данные вакансии требуют определенного уровня профессиональных компетенций и навыков. Потому что это работа заместителя главного врача, либо врача-анестезиолога в нашу клиническую больницу в скорой помощи. Дорогие врачи, а лома очень таланта. А сколько, опять-таки, я думаю, это не секрет, государственная организация, налогоплательщики имеют права, а знаете, сколько предлагают? Ну, 140-160 тысяч. Для Тверской области колоссальная сумма. Не в условиях, когда мы расположены рядом с Москвой. Принцип работы... Для врача, в смысле, иметь в виду. Да, принцип работы сменный, принцип работы, возможность уехать и вернуться, там, сутки и так далее, позволяет нам считать, что мы конкурируем за кадры в здравоохранении не только вот Тверь и прилегающие города, но мы конкурируем Тверская область с Московской областью. Клин, в первую очередь, да, Солнечногорск, Зеленоград. Это то, что позволяет очень быстро добираться. Наша ласточка достаточно быстро идет. Да, Клин и ЧЕС, по-моему. Конечно. Многие ездят по Москве на работу дольше. То есть, если ты живешь в химинституте и устроился работать в ВКБ, в принципе, если у тебя автобус, да хотя и машина с пробками, там тоже ты минут 40 потратишь. Да, да, да. И поэтому получается, что мы конкурируем с московскими зарплатами. А московские зарплаты в здравоохранении, они много выше, честно говоря. Если говорить о топе самых высокооплачиваемых вакансий, которые заявлены на сегодняшний момент в службу занятости, то замыкает эту пятерку, кроме специалистов в здравоохранении, это водитель автомобиля на междугородние перевозки, это машинист крана, это даже продавец-консультант. 100 тысяч работодатель заявил для одного. В магазине Рублевке что-то находится? Я сейчас не могу. Не, правда. Вот сейчас, наверное, особенно кто работает, вот этот огромный контингент, кто работает кассирами там в сетях, типа пятерочки и так далее, тому подобное, там, аминеты и так далее, все, наверное, просто подпрыгнули, уже, наверное, кинли своим телефоном, или на ваш сайт. Это где же только продавцы 100 тысяч? Это все официальная статистика, всю информацию можно посмотреть на сайте Работа в России. Труд всем. Дорогие друзья, валите этот сайт. 100 тысяч продавец-консультант. Там есть нюансы, там есть нюансы. Знаете, есть очень хорошая фраза, обещать не значит жениться. А, вот так вот. Да, потому что там может быть в этих 100 тысяч сидеть процент от продаж, например. Они говорят, ну да, мы реально тебе предлагаем с продаж иметь соответствующий процент. Это, как медработник смотрела дезинфектор, которому предлагается зарплата в 12 800, там стоит маленькая пометочка на сайте. Маленькая пометочка какая? 100% премия. Но это опять-таки то, что тебе вроде бы как обещают. То есть, трудовой кодекс гарантирует нам только базовую составляющую, ту, которая прописана в договоре нашем, который мы трудовой заключаем. А все остальное это по усмотрению работодателя. Понятно, дорогие телезрители. По усмотрению моих выпускающих, коллег, мы сейчас выпустим рекламу. Три минуты, не переключаясь, готовьте ваш вопрос. Мы сегодня говорим о том, какие специальности вас требуют в нашем регионе. А вот мне хочется задать такой вопрос, вот, Андрей Александрович, а на кого у нас учат неоднократно? Вот сейчас уже ваши коллеги по эфиру говорили, что, в частности, дефицит, скажем так, рабочих специальностей, то есть те, кто работает на реальных производствах. Скажите, вот наши, теперь у нас переномывали все эти колледжи, вот так далее, говоря о нормальном языком техникуме, вот обеспечивают весь набор нужных специальностей, которые нужны на наших вот тверских предприятиях, я имею в виду, конечно, не только город, а весь регион. Роман, действительно, те вакансии, о которых говорили коллеги, ну, большей частью они рассчитаны на специалистов со средним специальным образованием, большей частью. А то, что в профессиональном, то есть то, что ПТУ раньше? Ну, сейчас уровень один, среднее специальное образование, нет ПТУ, и правильно вы заметили, если говорить немножко вернемся о системе, то все эти колледжи, их 48 в Тверской области, 48 принадлежащие различным ведомствам, нужно четко понимать, что по инициативе Игоря Михайловича в последние годы произошла реформа, и из ведения Министерства образования колледжи передали в профильные министерства. А, например, вот приведите ли зрительный пример? Министерство промышленности и торговли является наиболее крупным с точки зрения количества колледжей. Там 20 колледжей находятся. Министерство транспорта – два колледжа, Министерство сельского хозяйства – пять колледжей и так далее. Роздано по профильным министерствам. У меня чуть позже будет возможность, я скажу, с какой целью это сделано. А вы сразу говорите, да. И цель связана с тем, чтобы приблизить колледжи к реальному производству через органы исполнительной власти. Да, вот мы говорим о вакансиях. Лучше производственников, лучше реального сектора экономики никто не знает, что нужно. Это чтобы новичку на предприятии не произнесли эту легендарную фразу, фразу «забучить, ему вас учили». Совершенно верно. Вы вспоминаете, да, там, райкинские слова, так сказать. Вы говорите, что слова произносят и произносили. Да, 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 да. Попытка сблизить обучение с реальным сектором экономики. С этой целью созданы учебно-производственные кластеры, их 10 на территории Тверской области, куда входят и производственные предприятия, и колледжи. Все это направлено на то, чтобы как можно лучше, как можно полнее удовлетворить потребности реального сектора экономики. Если говорить о количестве профессий и специалистов, то всего их порядка, наверное, около 100 профессий и специалистов, по которым ведется подготовка. Ну, и с точки зрения востребованности, ну, о чем вы говорили, ну, наиболее предпочтительными являются, прежде всего, это IT-сектор. И я должен похвалить здесь реальный сектор экономики, не знаю, я рекламу создаю, или все-таки похвалить крупнейшие компании IT-сектора, это Accenture, Росбитех, Епам. Они реально работают с учебными заведениями, не просто вообще дайте мне, так сказать, мы посмотрим. Они реально вкладывают деньги, они реально ведут занятия в колледжах и готовят специалистов под себя. Это такие положительные примеры. И специальности эти востребованы, высокий конкурс на эти специальности, и спрос очень большой. Вместе с тем уходят в сторону, ну, я бы сказал, такие традиционные специальности, ну, назовем общим словом, там, мастер по обработке, неважно каких материалов. Почему? Вот у нас как раз сегодня в Зубсовском районе, вот нам на ленту новостей, как принято говорить, пришла новость, что открылся у нас, заработал камнеобрабатывающий завод. Да, я в данном случае не имел в виду конкретно камнеобрабатывающие. Не, не, я, ну, тем не менее. Речь, скажем, идет там, токарь, универсал, фрезеровщик, универсал и так далее. С чем это связано? С чем это связано? Появляются новые технологии. 3D-принтеры, нанесение покрытий, которые в ближайшее время, ну, позволят практически изменить всю структуру наших профессий и специальностей. И заменить, если когда мы начинали, да, вели разговор о 3D-принтере, ну, какие-то ограниченные количества материалов было, там, пластик, полимеры какие-то. Сейчас перечень этот расширяется. То есть вы хотите сказать, что, к примеру, ось для вагона, или там что-нибудь в этом роде, будут уже вытачивать не люди, а просто робот. Или даже не вытачивать уже, а методом... Да, методом нанесения покрытий. 3D. Ну, не случайно. У нас на президентской программе в прошлом году как раз представители ТВЗ защищали проект, связанный с внедрением роботизированных сварочных станков. Потому что проблема роботизированной сварки решала проблему найма сварщиков высокой квалификации там, где надо просто ровно, долго делать сварку, чтобы шов был, ну, вот как бы без каких-то изъянов. Да, и они в большей степени просчитывали и склонялись на такое оборудование. То есть не люди. Человек может отвлечься, если шов длинный. Да и нехватка. У них все время объявление. Каждый год. Вот вагонзавод ищем, ими, вот сварщики, прямо у него бросается в глаза. Дефицит, дефицит. Хотя тоже удивительно, профессия ведь высокооплачиваемая. По тверским меркам, я понимаю, сейчас, скажем, сварщиков в клину получают больше, но, тем не менее, по тверским меркам они очень хорошо зарабатывают. И все равно меня это удивляло, вот вагонзавод у них каждый год. Мы еще сварщиков, мы еще сварщиков. Ну, на самом деле, это очень важный момент. У нас впервые на нашем федеральном учебном методическом объединении господин Азуан, декан экономического факультета, произнес очень интересную фразу, которую он же озвучил и на правительстве Российской Федерации. Он сказал, почему все считают, что вузы и техникумы готовят кадры для бизнеса. А, для кого они готовят кадры? Мы готовим кадры будущего. Федерации. То есть, нет, я сейчас объясню, он, кстати, я где-то в чем-то его мысль поддерживаю. Почему? Мы задаем новое, заставляющее бизнес подстраиваться под новые кадры. То есть, если вакансий грузчиков много, и они не заполняются, это толкает бизнес к покупке погрузчиков, например, и исключением неквалифицированного труда. Вот у Андрея Александровича готовится достаточно много тех, кто будет заниматься автоматизированной поддержкой производственных процессов. И на самом деле, вот эти выпускники, они не пойдут, например, просто разнорабочим. Они будут ориентироваться на работу на станках с ЧПУ и так далее. И это заставляет бизнес тоже вкладывать средства в модернизацию. Ну, если ты не находишь неквалифицированных кадров. Но ведь мы помним, со времен английской промышленной революции, когда еще было движение лудитов в итоге и так далее, ведь как раз там был наоборот. Бизнес сказал, и не надо было, оставляйтесь, они сказали, нам нужны станки, а народ сказал, ага, мы чем будем заниматься, давай их крушить, эти лудиты пошли. То есть, в этой связи, это же, опять-таки, всегда выгодно предпринимателю купить робот, потому что робот не болеет, он не уходит в запой, у него нет детей, и т.д. и т.п. В5-10, и он не устает, это же выгодно, зачем в этой связи, вот вы правильно говорите, вагон зовут, ага, автоматическая сварка, классно, и так далее, то есть, вот, 3D-принтер тоже должен услышать, Андрей Александрович, ого, 3D-принтер, а мы это как дураки платим, токарем. Вот, по идее, бизнес сам должен быть заинтересован в роботах. Ну, не совсем так. Не наш русский, да? Это, конечно, там же придется вложить средства, и достаточно... Так потом-то отобьешь? Ну, так это потом, у нас нет налоговых льгот на модернизацию производства, у нас есть господдержка, но господдержка это все-таки на закупку, на кредитование бизнеса, который будет закупать это оборудование, то есть, это вложить сейчас, а получить когда-то потом, а у нас бизнес... А у нас завтра дефолт, послезавтра деминация. ...этих длительных вложений. Конечно, проще тогда взять человека здесь и сейчас, который возьмет папку, да. Да, чем полностью взять какой-то цех, его полностью переосносить, но его же надо еще в технологический процесс вписать, для того, чтобы не пострадала вся цепочка производства. А послезавтра уже в Лондон придется бежать, да? За копейки продавал завод. На самом деле, почему так востребовано и в ближайшее время будет востребовано направление IT? Потому что цифровые навыки, цифровизация экономики, цифровизация бизнеса, она идет везде, и вот навык использования IT-систем, программных продуктов, оно будет просто неотъемлемой чертой любой профессии. Любой. Ну, например, вот говорят очень много о том, что отомрет профессия бухгалтера. Мы пока с нашим законодательством... Особенно Герман Греф любит это. Да, 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 да. И водители, кстати. И водители, и даже журналисты. А вот нет, а вот нет. Потому что это творческая профессия, а пока вот роботы у нас, они слишком, здравствуй, дерево. Ну, уже используются роботы при написании новостных каких-то лент. Нет, согласен, просто телеграфный текст, это вообще без вопросов. Что, да, вот открыт камнеобровочный завод, на нем 500 человек, 10 роботов и 2 дворника. Я знаю, что на спортивных каких-то уже мероприятиях тоже используются роботы. А вот неинтересно будет, как вот человек, который смотрит спортивные программы. Понимаете, сами знаете, с времен Синявского и Николая Озерова, Вахтанга, Махарадзе и так далее. Всем интересен живой какой-то ведущий, который что-то расскажет, вспомнит и так далее. Харизма и пятая и десятая. А просто вот механический мяч у Лэмпорда он навесил там на Ширера. Это, извините, ну вот. Ну, вообще, да. Предполагается, что в будущем никогда не будут полностью роботизированы такие сферы, как медицина. Все-таки все равно человеческий фактор останется. Образование, какая-то сфера услуг, личных предоставлений и личных услуг. Это те сферы, когда всегда будет присутствие, ну, так скажем, живых. И даже несмотря на то, что цифровизация не только бизнеса идет, сейчас очень широко идет цифровизация государственного муниципального управления, и вот эти предоставления услуг через портал госуслуги, запись на прием к врачу и так далее, полностью отключить людей от этого процесса будет нельзя, потому что в этом случае это признак взаимодействия, это принцип учета потребностей. И очень многие, например, зная, что через портал госуслуги можно что-то заявить, что-то написать, идут все-таки в МФЦ, ориентируясь на живое общение. Но, может, это, как бы, кто-то скажет, представители старшего поколения, а вот, дескать, 20-летние. Не обязательно. А почему? Это то, про что вы сразу возмутились, когда мы затронули журналистов и принцип чат-ботов и вариантов искусственных текстов. Это ситуация, с которой мы столкнулись в образовании в 2020 году, когда до 2020 года, до пандемии, громко кричали, дистанционное обучение, да оно вообще не просто передовое, это то, на что надо ориентироваться. Но дистанционное обучение, через которое мы учили наших студентов, учили школьников, оно теряет ту индивидуальную коммуникацию, которая должна сложиться в образовательном процессе. Зачем харизма в этом случае? Возможность повести за собой. У нас образование, это очень часто и еще не просто какая-то трансформация информации, да, это умение научить, это вовлечь в процесс. Верно, но вы-то говорите МФЦ или чиновников, а какая тут харизма у чиновника Иванова, который с каменным лицом принимает какие-то документы, потом увидит, а вот эти закорючки у вас нет, все, а вы приходите сызнану завтра и так далее. И МФЦ, это же история. Тоже сугубо механически, почему я возмутился, потому что творчество. Какое творчество у наших чиновников? Точнее, есть у них, но часто не в ту сторону, куда надо бы. Вот, понимаете, поэтому они там думают какие-нибудь схемы, как бы распилить бюджет зачастую, вот. Понимаете? Да, 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 правильно, правильно. И тут никакой как раз харизмы ничего не нужно, там механическая работа, принять какие-то документы, что-то и так далее. Не всегда. Не всегда, конечно, никто не говорит, что всех вообще нужно выпилить. Возможность принять оперативное решение, глядя на ваши документы. В России оперативное решение, глядя на документы. Да, конечно, конечно. У МФЦ есть возможность принять документы неполным комплектом и донести потом. В госуслугах вы не отправите заявку, если чего-то не прикрепили. Возможность получения индивидуальной консультации. Многие именно на это ориентируются. Это же притчевый язык, когда у нас чиновники отправляют людей в освоясье, потому что какую-то бумажечку не донесли и так далее. Вот я думаю, вас многие услышат, как раз кто сталкивались. Роман, у нас есть, как в любой сфере, хорошие исполнители и плохие исполнители. Хороших исполнителей должно быть больше. Хороших раз должно быть? Естественно. Естественно. Так же, как мы хотим, чтобы хороших врачей было больше, хороших учителей было больше, хороших медсестер было больше. И даже хороших айтишников, было больше. Вы знаете, проблема в том, что та же Москва, когда заявляет, ну вот я очень хорошо знаю айти-сферу, которая кадры подбирает в Москве, и они говорят, ну вот в Твери можно же подобрать, кто будет работать на удаленке за 200-500 тысяч каких-нибудь тестировщиков, которые вот нужны с определенной квалификацией. Он говорит, так а не хочет человек? Он иногда проще пойдет в бюджетную сферу автоматизации бухучета и будет ходить вокруг сервера, чтобы только он работал. Но не брать ответственность на себя, не рисковать, не принимать решения и так далее. Ведь не все выбирают и не все готовы начать работать, например, в сложных условиях, неограниченного рабочего дня, низкой заработной платы. У меня выпускники моего направления, государственного муниципального управления, бакалавриата, почти стопроцентно трудоустроены. Те, кто готов был пойти на практику в правительство, стопроцентный договор на практику. Все по органам власти разошлись, всех приглядели. Но кто-то посмотрел, как работает, например, Минфин и говорит, мне предлагают идти, вот нижняя должность, на которую я могу пойти. Они же работают днем и ночью, без какого-либо графика, работать тяжело. За такие деньги? Не, не готов. А многие идут. Но, опять-таки, выбирать профессию, это надо четко понимать, что ты по этой профессии абсолютно точно хочешь работать. Сказали, что скоро токарем и так далее места на этой планете особо не будет. А вот когда шла речь про чиновник, не, 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 мы их должны оставить, они важную роль выполняют. Андрей Александрович, вот правда... Давайте вернемся к специалистам среднего, среднего. Да, мне интересно, хорошо, а что вы будете делать, ну, действительно, таким макаром лет через, там, условно говоря, 20-30, а получается, что бывшие техникумы, которые теперь у нас колледжи и так далее, там будут практически сплошь учить на IT? Ну, не совсем сплошь. Я говорю, практически. Да, сейчас я приведу примеры и в районах области. Говоря о высоких технологиях, ну, в частности, у нас в колледже, Коняево, да, открывается в этом году впервые специальность мобильная робототехника, ну, например, так сказать, да, нет такой... Ну, это как? Что значит мобильная робототехника? Это что, робот на колесах или это когда... Да, есть промышленная робототехника, это крупные роботы, там, сварочные роботы, это более, так сказать, мелкие вещи для сборки каких-то конструкций, такие небольшие. Специальность, она, на самом деле, правильно называется, сейчас я даже прочту, мехатроника и мобильная робототехника. Вот мехатроника, вообще новое слово, так сказать, да? Да, на стыке находятся механики и электроники, то есть это устройства, которые снабжены компьютерными технологиями, электронными всякими вещами. А делают они, чтобы вот эти устройства... Да, что угодно. Ну, например. Что угодно. Кофеварка, например, да, которая способна, так сказать, без участия человека, так сказать, сварить кофе. И выпить. Может быть, и выпить, да. Ну, кстати, вот просто пример приведу. У нас же есть Тверской трубный завод, который делает трубы разного диаметра, пластиковые. У него сегодня как раз сейчас проезжал. Вот. И очень хороший момент, когда есть мобильные устройства, позволяющие делать пайку этих труб прямо на месте, например, разрыва. Но это надо абсолютно точно уметь работать с такими устройствами. Мы огорчились наши ремонтники труб, которые обычно сидёшь, они просто стоят, так смотрят, роботы, наверное, ждут. А трубу всё никак не заваривают. В разрытие они до недели. Ну, вернёмся от высоких технологий, немножко спустимся на землю. Вот эта работа кластеров и передачи колледжей, о чём я начал говорить, ведение министерств, оно позволило в ряде случаев наладить прямые контакты с работодателями. В частности, последние примеры, так сказать, даже по этому году, по 21-му году, Руслан Лебедев, владелец Нелидовского дока, крайне заинтересован в специалистах по переработке древесины. И не только он, а весь куст. Это Нелидово, это Оленино, это Западная Двина. Это вообще беда районов, что там ещё больше рабочей руки нужны, потому что рабочие руки уезжают в Тверь или в Москву дальше. Совершенно верно, совершенно верно. Но нужны специалисты, тем не менее, в большом количестве. Откликаемся мы, каким образом? Не в результате недлинных программ подготовка идёт этих специалистов, традиционные, там, со сроком обучения, там, 3-4 года, а короткие программы, да, рассчитанные на взрослых людей или на… Вдруг надо переобучить. Переобучить, причём переобучение ведётся в этом случае большей частью непосредственно на рабочем месте. Потому что оборудование, которым располагает современное деревообработка, оно находится только у непосредственно у фирм, у производителей, в колледжах нет такого оборудования. Вот одна сфера, откликаемся и пытаемся быстро реагировать, не ждать ни 3, ни 4 года, а в течение короткого времени подготовить. Хорошим примером является в Торжке Игорь Михайлович, так сказать, во время посвящения новое шелл, да, производство масел, предлагается создать тоже кластер с участием Губкинского университета, колледжа нашего, да, нефти и газа, совершенно верно, хороший вуз, кстати говоря. И наш колледж в Торжке, промышленно-гуманитарный колледж, перестраиваемся, готовим мастеров по контрольно-измерительной аппаратуре, КИП, операторов по коротким программам, там же в Торжке обувная фабрика просит нас очень помочь. Сейчас сегодня я имел разговор с Кимрами имени Горького, обувная фабрика. Оборудование есть, работать некому. Источник какой? Только студенты колледжа. И нужно вкладываться, нужно... Нет у нас преподавателей, надо правде в глаза смотреть, которые знают вот это современное оборудование. Но правде в глаза смотря, опять-таки, вот Галина Константиновна Москва, утечка мозгов и рук и так далее, но, опять-таки, что они не лидуют и так далее, почему нет никого? Ну, люди уезжают, потому что мало платят. А почему ваш выпускник вдруг поедет в Кимры? Ну, ему опять предложат местные 20-25 тысяч. Он скажет, зачем? Я вот либо в Твери, а санцетую, в Москву махну. Ну, во-первых, нужно в Кимрах приближать подготовку кадров не в Твери, готовить, а в Кимрах. Ну, подготовят, а они опять уедут. Не обязательно. Вот всегда это было, это мировой тренд, что получать рабочие профессии надо на месте проживания и работы. Получать-то надо. Нет, это очень важный момент. А, вот остаться? Потому что если уехал он в Тверь, даже в колледж имени Коняева, то, скорее всего, он... Не вернется. Не вернется. Он останется в Твери. Он за время обучения привык к Твери. Он познакомился с тверскими компаниями. Но если подготовка велась где-то в Нелидово, то вполне возможно, он в этом Нелидово и продолжит работу. Если сразу ему подготовить рабочее место, он адаптируется. Да, научится. А потом ему жена скажет, в Твери-то такой же, как ты, получает два раза больше, а в Москве восемь. Чего ты здесь сидишь-то? Ну, там все зависит и от компаний, которые создают и принимают рабочие места. Ну, а компании, Галина Александровна, вы же прекрасно знаете, даже если они у нас федеральные, а то и вообще транснациональные, они приходят, когда в провинцию, они смотрят, так, какая средняя зарплата? Ага, 25. Я и буду платить. Чуть побольше. Но все равно совсем не столько, сколько они платят в Москве. Такому же сотруднику, я уж молчу, где-нибудь у себя в Германии, условно говоря, германская компания или Shell у нас, англо-голландская, все равно они платят, и люди поэтому обуркиваются, все, становятся профессионалами и думают, а чего будут за копейки, когда я своими навыками могу получать в Твери больше, а в столицах еще больше. Поэтому вот как раз я к чему клоню. Вот Андрей Александрович говорит как раз, что рапотизируется производство. Наверное, спасение в этом, что все больше будет производство механизироваться. Если раньше в каком-доке, там в том, что он не лидовском работал, условно говоря, 300 человек, то потом там буквально человек 5-10 будет работать, остальные роботы, в кого-то роботы, а не человек. Я думаю, это для работодателей выход, вот эта автоматизация. Для работодателей цифровизация бизнеса, бизнес-процессов абсолютно точно выход. Но станки надо будет кому-то обслуживать. Конечно, конечно, никто не говорит, что вообще все. Абсолютно точно, да. Да, в принципе, любое инновационное развитие компании связано с тем, что меньшим количеством людей производят больший объем и большую выгоду компания получает. Никуда от этого не уйти. Это только социальная ответственность заставляет, ну и органы власти составляют сохранять рабочие места. Да, на самом деле, 10 грузчиков или один автопогрузчик вещи несоизмеримые, да. Конечно, 10 грузчиков, это 10 трудоустроенных работников. Но один автопогрузчик для бизнеса, это много лучше. И тут никуда не деться. Но есть сферы, где традиционно без людей и ручного труда не обойтись. Ну, мне, наверное, помогут у нас в течение, наверное, порядка 5 или 6 лет самый большой дисбаланс на рынке труда связан с подготовкой поваров. Спрос на поваров больше в 17 раз, если я не ошибаюсь, вот где-то примерно там. Да, мне тоже жаловались многие руководители кафе, хозяева, что повара не найти. Но давайте назвать вещи своими именами, что люди все-таки те или иные, ну, скажем так, имеют к той или иной профессии склонность. Попросту говоря, вот мы IT, IT, IT. Но если человек, условно говоря, гуманитарий, он не будет программистом, как ты его не убей? Вот. И тоже я к чему? Вот, Андрей Александрович, вы опять так задумались, наверное, просто посчитываете, сколько у вас останется учеников лет через 50, когда все будет автоматизировано, соответственно, не нужно будет 100 токарей, будет там еще роботы и так далее, будет один инженер, выпускник, кстати, наверное, не вашего вуза, а политеха, который будет все это обслуживать. Почему? Ну, потому что это политех, это высшее образование и так далее. Вот, я к чему? А не привезли к тому, что действительно количество колледжей в какой-то перспективе сократится и набор сократится? Ну, потому что все в значительной степени, вот как вы же раньше учили токарей, правильно? Там, в основном, говорят, 100 токарей. А теперь вот вы же сами говорите, сварка автоматическая, ось методом, это будет тоже робот в удаче и так далее. Не привезли к тому, что ваша скукожица, вот сеть колледжей, ну, потому что, правда, роботы-роботы. Я думаю, она не уменьшится, а просто за счет новых направлений она будет сохраняться примерно на том же уровне. Вот мы сейчас... В каких новых направлениях вы имеете в виду? Ну, вот мы сейчас даже говорим о аддитивной технологии, да, нанесении. Нет этой специальности. На следующий год она будет, эта специальность. Новые, 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 новые специальности будут появляться. А смогут ее освоить, не получится, что это специальности, еще раз говорю, для высшего образования человека? Нет, нет. Она сольется даже в одну единую сеть со временем. Ну, подождите, вот одна единая сеть. Ну, давайте назвать вещи своими именами. Ну, в ПТУ шли ребята, которым, ну, скажем так, высшее образование, ну, не нужно, скажем так. Вот, но это было, это нормально, потому что каждому свое, кто-то должен дать диссертации, писать и так далее, а кто-то, да, вот вытачивает замечательный стол, без которого никак. Мы вот за ним сидим, без стола мы не смогли с вами провести эфир. Вот, и так далее, и тому подобное. Вот, токарь, то же самое. Ну, не нужно токарю, там, вот, как вам, диссертации по экономике, там, по кризису рабочеместа США, и вообще, и не напишет, и не нужно. Так что, как вы, Галина Константиновна, наверное, не смогли бы работать, я думаю, на токарном станке, наверное. Хотя, может, ошибаюсь. Может, вы, как Петр Первый, смогли бы. Вот, я к чему, и по этому не интересно, а куда пойдут эти люди? Я сейчас продолжу. Вернусь немножко к качеству подготовки специалистов. Во многом сейчас определяется система WorldSkills. Да, в системе СПО развита эта система соревнований WorldSkills. На базе WorldSkills проводится демонстрационный экзамен теперь. Вместо традиционной работы дипломной, к которой мы привыкли, да, человек выполняет практическую работу. Не связанную ни с теорией, ни с чем, так сказать. Нужно ли что-то сделать? Я знаю ни с теорией, что ты можешь сделать, но да ладно. Нет, не спрашивается. И эта система WorldSkills предполагает развитие теперь не профессий и специальностей, а новых компетенций. В рамках наших традиционных профессий и специальностей появляются новые компетенции. Рост этих компетенций, о чем я говорю, он, назову, о чем я даже не говорю, вот цифровая метрология, например, компетенция. Школа Макшино, юниоры. Проводим соревнования в Макшино. Мы школьников готовим к этим вещам. Синтез и обработка минералов. Может быть, ее не широко это развито. Тем не менее, уже WorldSkills есть эта компетенция. Я перечислил небольшое количество. Их можно тут загибать несколько лет. То есть, просто все до неузнавательства трансформировали? Совершенно верно. И вот эта система WorldSkills, я немножко похвастаюсь, похвалю, она нас заставляет активно работать и готовить специалистов. Не абстрактных, так сказать, рассуждающих. Не секрет, что какое-то время назад теория занимала большое место. в нашей подготовке. Сейчас сужается. Но все-таки, еще раз говорю, мы же говорим про автоматизацию. Когда то, что делали 10 человек, будет делать 1. Ну, этот 1, который будет подготовлен на базе, например, того же техникума, он должен уметь настраивать оборудование. Да, Алексей, он будет. А те 9, которые раньше к ним приходили, у них-то будет теперь одно место. Нужен-то один такой человек. Раньше 9, еще раз, говорят, окрыли. Теперь будет 1. Расширяем мы диапазон этих компетенций, и эти люди, так сказать, будут переобучаться на какие-то новые вещи. Это не только так. Помните идею президента создать больше 2,5 высокопроизводительных рабочих мест? Вот, 20 миллионов. 20 миллионов, да. А что-то я, да. Ух, умеет, 20 миллионов. Ну, я более реальную цифру, похоже, называю. Но это ситуация, когда, чтобы их создать, надо чем-то мотивировать, в том числе и подготовку в колледже таких новых сотрудников. И компании к тому, чтобы они этих сотрудников создавали им специальные рабочие места. Чтобы вместо высвобождаемых 9 было создано новое производство, новый цех, использовано новое оборудование. Компании тоже должны развиваться. Какое-то заставление рынка будет, если они... Я возвращаюсь к ручному труду. Повар, кондитер, служба сервиса, официанты, горничные и так далее, и так далее. Все это люди, которые вживую... Вот опять повар, я согласен. Это к вопросу, что, на мой взгляд, поварам будет далеко не каждому дано, на самом деле. Просто я твердо увижу, что если придет человек, которому не дано, ну, это как вот любую творчество, это творчество. Он будет делать его... Ну, в столовку, конечно, возьмут, может быть. А так, хотя тоже, такого повара, я думаю, заменить как раз робот. Потому что, чтобы сделать, ну, просто обычный борщ, на эти компоненты, их закинуть и так далее. Поэтому, я думаю, тут как раз роботы будут делать. А повара как раз останутся только для хороших мест, элитных, где нужен именно креатив. Вот, и поэтому тут я тоже все, знаете, очень, конечно, не знаю, опять, куда пойдут эти люди, еще раз говорю, потому что я к чему? Не всем дано быть вот станка или вот экономистом, или еще кем-нибудь. Роман, у нас, к сожалению, к нашему большому, очень плохая структура демографических процессов, да, очень негативная сейчас демография. У нас только за 20-й год в три раза уменьшилась численность населения. И понятно, что идет изменение структуры населения. У нас количество трудоспособного населения в области уменьшается. И чтобы мы не ощутили реально снижение отдачи от уменьшения кадров в экономике, нужна автоматизация роботизации, конечно. Ольга Сергеевна, а вот вы тоже так молчите, может быть, вы тоже прикидываете, а что будет с вашим центром, если вдруг роботы к вам нагрянуты? С прошлого года вообще, как уже говорилось ранее, мы частично переходим на предоставление государственных услуг в электронном виде. Уже подача заявления осуществляется на портале «Работа в России». Хотела, кстати, еще сказать, что и подать заявление на переобучение, повышение квалификации, подготовку можно тоже в рамках национального проекта «Демография», тоже подав только заявление на портале «Работа в России». А те, кто раньше это принимали, они куда? Пока на сегодняшний момент у нас численность наших сотрудников сохранилась. И без работы мы не остались, потому что все равно выдача направления, подбор вариантов подходящей работы, это все, опять же, субъективно. Живой труд. Живой труд. Ну как вот субъективно? Вот сидит человек, какой субъективизм? Так, что у тебя глаза карие, тебе больше повар подойдет? Посмотрите, для того, чтобы подобрать рабочее место, в любом случае, надо оценить кандидата, для того, чтобы правильно, квалифицированно подобрать. Надо понять, какой опыт действительно присутствует. Ну это робот, 20 лет, все понятно. Ну, 20 лет. А какие все-таки дополнительные коммуникативные навыки есть у соискателя? Ведь есть определенное количество рабочих мест, где надо иметь навык хорошей речи, разговорной. Я думаю, это робот сможет опознать, Гибралтар, скажи, я думаю, робот, ну, что еще? Что еще? Мне просто интересно, правда. На самом деле есть много нюансов, которые человек сделает быстрее и не вызовет цифровое раздражение у человека, заполняющего документы. Потому что если человек спросит, в 20 лет работали на одном месте, он в ответ получит какую-то устную речь, которую он идентифицирует. Вот, например, человек скажет, я работал сначала там-то, потом перешел туда-то, потом попробовал-то. Зачастую начинают рассказывать, вы знаете, да, я числился на этом месте на такой специальности, но по факту-то я выполнял совсем другую работу. А робот-то, он, чтобы выявить эти нюансы, заставит эту информацию всю в систему внести. И если мы хотим отследить нюансы, вносить придется долго. А мы с вами знаем, чем больше мы вносим, тем больше мы раздражаемся. Поэтому есть вещи, которые требуют живого взаимодействия. То есть это опять из той же оперы. Плачьте токарь, плачьте водитель дальнобойщики. А чиновники нет. А чиновники нет. Они будут работать. Живое общение, зачастую люди приходят даже выплеснуть свою боль, надо кому-то поговорить. Иногда специалисты, которые оказывают услуги, вот первичный прием, они иногда заменяют каких-то психологов, психотерапевтов. Потому что мы стараемся вникнуть в реальную ситуацию для человека, особенно предпенсионного возраста, большой стресс, если его сократили на работе. Или он лишился своей работы, проработав определенное количество лет, 20 лет проработал, сократили, уволился, вышел на рынок труда, не знает, что делать. Обращается в службу занятости. Есть у нас хорошие специалисты, не надо говорить, что мы все, так скажем. Понятно. Не в нашем совхозе, это не наши люди. Поэтому стараемся индивидуально походить к каждому. На самом деле основные тенденции, которые сейчас есть, связанные с профессиональным образованием, от этого никуда не уйти. Что есть некая профессиональная сфера, и над ней есть компетенции, есть процессы, которые позволяют тебе делать профессиональную карьеру. Например, цифровые компетенции, это очень часто могут быть не основными твоими профессиональными характеристиками. Но если ты, предположим, художник, дизайнер, архитектор, но владеешь компьютерными программами, то ты на рынке труда много востребований, чем если ты ими не владеешь. И вот это, на самом деле, предопределяет многие нюансы. Какие? Иностранный язык, владение цифровыми компьютерными технологиями. Ну, что и было, собственно, я всегда, что чем больше тебя знаешь, тем больше у тебя шансы куда-то хорошо трудоустроиться. У нас эфир, к сожалению, не подошел к концу, уважаемые гости. Спасибо большое. Очень интересно было поговорить, дорогие телезрители, но вы поняли, в общем, права-то молодежи, которые нынче стремятся куда-нибудь в органы власти работать. Правильно, мы вас ждем. Спасибо большое. Была программа «Тема дня». Мы говорили о специальностях. До новых встреч. Хорошего вам трудоустройства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова